В день неизвестного солдата в Славянской 16-й школе прошла торжественная линейка, в ходе которой учащиеся почтили память павших фронтовиков Великой Отечественной войны. Вспомнили о подвиге Героя России Сергея Таранца. Наша съемочная группа побывала на этом мероприятии. В Славянской 16-й школе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Идеи неизвестного солдата здесь отметили достойно. На торжественной линейке прозвучали слова о бессмертных подвигах солдат Победы, о том, что нельзя забывать тех, кому мы обязаны независимостью нашей страны и мирному небу над головой. В этот день страна чтит память павших защитников Родины. Это дает благодарность всем, кто погиб на фронтах. Память о каждом солдате, защищавшем Родину. В братских могилах и на полях былых сражений тысячи неизвестных солдат. В их честь сочиняют стихи и песни. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за четыре дня до войны. Герой России майор Сергей Геннадьевич Таранец, чье имя носит 16-я школа. Это пример мужества и героизма, беззаветного служения своей Родине. И о нем также говорили выступающие. Память о герое увековечена в нашем городе. Есть мемориальная доска и бюст в школе. И самое главное, эта память помогает воспитывать настоящих патриотов. Вступление целого класса в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» еще одно весомое доказательство правильности выбранного в учебном заведении курса. Вы десятый класс. Вы у нас самые старшие, с которых берут пример малышей. Очень приятно, что наши ребята, которые самостоятельно вступили в организацию «Юнармейцев», вот такую сделали нам честь и сказали, давайте мы классами будем отряд создавать в школе. И кто, как ни кадеты, конечно, должны это сделать. Я уверена в том, что наши «Юнармейцы» обязательно будут показывать пример, как это делали и все кадеты в учебе, в строевой подготовке, в спортивных соревнованиях. Я уверена, что у вас добавится много конкурсов, много интересных путешествий. В рядах «Юнармии» формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развиваются инициативность и самостоятельность. «Юнармейцы» реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, борются за чистоту окружающей среды. «Юнармейские книжки» и специальные значки были вручены учащимся подполковником Игорем Леховым и директором школы Татьяной Городничей. Для ребят, пополнивших ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, это большая честь и ответственность. Наша школа носит имя Сергея Геннадьевича Таранца, и мы хотим вспомнить его подвиги, подвиги героев, также неизвестных солдат. Сегодня мы с нашими одноклассниками вошли в ряды юнармии и будем следовать этому движению дальше, гордо нести это знамя. В будущем я хочу связать свою жизнь с армией, стать офицером, поэтому думаю, что юнармия – это огромный мой шаг вперед к этой цели. Сегодня мы с одноклассниками вступили в ряды юноармейцев. Для нас это большая честь и большая ответственность. Мы будем участвовать во всех мероприятиях, связанных с юноармией. Мы изучаем в школе историю своей страны, историю края. Помним о подвигах солдат Великой Отечественной войны. Юноармия для нас – это большой вклад в развитие нашей школы. Новые юноармейцы из 16-й школы настроены очень серьезно. Они продолжат эстафету патриотизма, который неотделим от любви к своей родине. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова